Есть чем гордиться. Сразу два воспитанника Магнитогорской школы «Динамо» получили звание мастер спорта России. Марат Гатьятуллин и Данил Калиниченко успешно выступили на мастерских турнирах, завоевав не только победы, но и получив новый для себя статус. Наша гордость – мастера спорта. Почетный стенд в зале для бокса школы «Динамо» в скором времени придется расширить еще на несколько фамилий. Плеяду лучших учеников пополнят Марат Гатьятуллин и Данил Калиниченко. Первым звание мастера спорта завоевал на турнире класса А гран-при Тулы Марат. Гатьятуллин, Марат провел три боя, в финале выиграл мастера спорта и завоевал звание мастера спорта по боксу. Данил во втором бою не получилось, осекся Калиниченко. Вот такие дела. Неудача только подстегнула Данила. В итоге на чемпионате области магнитогорский спортсмен не оставил шансов соперникам. Как в боксе бывает, есть сначала победа, спад. Посчитали нужным, чтобы он поехал на турнир в Челябинск, подготовился, сжал зубы, характер проявил. Провел тоже три боя. Калиниченко весит до 57 килограмм. Показал хороший бокс, достойный бокс, но и выполнил мастера спорта. Оба боксера о звании мастера спорта России мечтали давно. Марат в бокс пришел подросткам в 14 лет. Аппетит появился, как говорит, во время еды. С каждой новой победой желание быть чемпионом на высшем уровне только увеличивалось. Хотел давно стать. Перешел по мужикам. Хотел стать мастером спорта. Все, но не получалось, не получалось. Тут поехали, получилось. Опыта в основном не хватало. И все, но опыта, техники где-то не хватало. Данил в зал для бокса пришел в 8 лет. Говорит, смотрел на старших ребят с восхищением и мечтал стать, как они. Да, это, конечно, когда только зашел на этот порог, уже появилась цель, что когда я стану мужчиной, выполню звание мастера спорта. Да, также старшие товарищи наши, вот все мастеры спорта, которые до нас-то, тоже так же смотрели на них, равнялись. Я думаю, что сейчас также младшие поколения будут смотреть на нас, так же трудиться, тренироваться. Сегодня Данил и сам работает тренером в родной школе и точно знает – бокс – это навсегда. Сейчас оба спортсмена готовятся к чемпионату Уральского федерального округа. Оба мечтают не только получить путевку на чемпионат России, но и когда-нибудь добраться до международных соревнований, чтобы стать мастерами спорта международного класса. Елена Старостина, Аркадий Стариков, телекомпания ТВИН.